здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема как не развести мышей на даче ну что там опять спрашиваем не как развести а как не развести зачем нам эти серые нужные друзья у меня в руках бутылочка скипидара и ватный тампон вот понимаете если если вы понимаете что у вас нету сил для того чтобы брать вот даже вот такую кучку мусора тогда воспользуйтесь моим советом намочите ватный тампон вот этого достаточно вполне и смотрите что я сделаю внимание аллея представьте себе что ни одна мышь ни одна крыса не подойдет к этой куче чтобы свить там гнездо и вывести своих многочисленных деток она это делает несколько раз за лето значит это очень хороший способ если вы укладываете парник да или даже компостную ящик делаете пожалуйста под самый низ под самый ну три-четыре смоченных тампона скипидаром дегтем керосином то есть пахучими веществами которых крысы и мыши терпеть не могут и не только они их терпеть не могут не кроты и не землеройки для них это страшное дело можно не такими веществами пользоваться можно например нажечь валенка да в этом в мангале на углях можно нажать шкурку кролика или там не за белочки они также плохо себя чувствует когда рядом подобный запах но я хочу сказать что когда вы мне пишете ой я сажала морковку ваты напихалась дегтя маха морковка вот такая ну да и морковка и вот такая лук вот такой только вонять это будет нещадно всю зиму эти запахи очень устойчивы и еще хочу сказать когда вы высаживаете ну луковичные там гладиолусы или лилии ну намочите ваточку и прямо вот не под луковичку запихайте вот сейчас покажу вам вот намочили ваточку да вот это у вас луковица но вы ее вот сюда землей засыпьте испарение все равно будет идти вверх и влага будет идти вверх вот сюда ее положите засыпки почвой вот это уже луковица и тогда ну не подойдет мыши разумеется если вы садите в горшках как это делаю я значит под горшок снизу запах будет распространяться вокруг этого горшка ну как-то лилии теперь живут на моем участке а то ведь съедалось просто все подряд это применимо во всех случаях но если вы хотите обложить плодовые деревья смоченными ватками тогда на полиэтилен нельзя чтобы не скипидар не керосин не деготь не пропитывал почву это плохо кончится для растения понятно да либо чашки либо полиэтиленовые подкладки и чтобы вода которая будет на них ну дождь поступать она чтобы не растекалась а все-таки это было к нибудь ну не знаю поддончик какой-то ну вот на этом хочу закончить всего вам доброго и до свидания не забудьте это очень хорошее средство